В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского района. В студии Максим Козлов. Здравствуйте. И вначале коротко об основных темах сегодняшнего выпуска. 420-летие со дня основания отметила одна из старейших церквей Ленинского района храм Рождества Христова в селе Беседы. Подведены итоги традиционного районного конкурса художественного и декоративно-прикладного искусства «Рождество Христова-2019». Дети очень любят этот праздник, очень активно участвуют. Пожалуйста, на выставке рисунков, сколько поделок. Утилизация елок – один из самых актуальных вопросов в дни после новогодних праздников. «Куда нести зеленую красавицу?» Телизор передачи, видел, что их там перерабатывают, как вместо удобрения подсыпают и все такое. 420-летие со дня основания отметила одна из старейших церквей Ленинского района – храм Рождества Христова в селе Беседы. В честь праздников святой обители прошла божественная литургия, на которой побывала и наша съемочная группа. История храма Рождества Христова, расположенного в селе Беседы Ленинского района, ведется с конца XVI века. Тогда, после победы в Куликовской битве, князь Дмитрий Донской повелел возвести здесь церковь. В честь 420-летия в древней обители прошла божественная литургия, которую по благословению митрополита Крутицкого и Коломенского ювеналия возглавил епископ Видновский Тихон. Сослужили владыки благочины церквей Видновского округа священник Дмитрий Березин и духовенство благочиния. На торжественном богослужении возносились молитвы и песнопения Богу. Повсюду очищалась атмосфера благости и добра. В праздничный день Христорождественский храм был полон людьми. Многие из них являются давними прихожанами этой обители, а кто-то приехал сюда издалека. Всех объединяло одно – желание приобщиться к таинству божественной литургии. И для меня посещение этого храма каждый раз – это большой праздник. Тем более сегодня у меня именина моего старшего сына, этот младший, а старший сейчас там стоит, молится. Поэтому для меня сегодняшнее слово Божьего – это больше, чем дар Божьей милости. Прекрасное чувство, я получаю какое-то здесь удовлетворение. Вот прихожу в церковь, и я считаю, что Господь меня ведет, Господь помогает. И я держусь на плаву на ногах. Здесь очень хорошо, здесь очень мирно, очень благодатно. Очень замечательный храм. Я бы пожелал, чтобы храм наполнялся людьми. Сейчас людей много, и в празднике всегда бывает очень много людей. И дай Бог, чтобы было еще больше, было больше детей, чтобы храм не стоял пустым. А после завершения Божественной Литургии Владыка Тихон поздравил всех с Рождеством Богомладенца Иисуса Христа. Екатерина Коваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ. В кинотеатре «Искра» подвели итоги традиционного районного конкурса художественного и декоративно-прикладного искусства «Рождество Христово-2019». В этом году в нем приняли участие почти тысячи человек, учащихся школ, детских садов, учреждений дополнительного образования и просто талантливые жители Ленинского района. Подробности в сюжете Екатерины Борисовой. В фойе кинотеатра «Искра» было очень многолюдно. Финалисты ежегодного районного конкурса «Рождество Христово-2019» и их родители с интересом рассматривали работы и делились впечатлениями. Я очень довольна тем, что я приняла участие, так как я увидела много новых работ, и все они по-своему прекрасны. Здесь представлено творчество самых разных направлений, но все творения объединяет одно – они о Рождестве Христовом. «Дети очень любят этот праздник, очень активно участвуют. Пожалуйста, на выставке рисунков, сколько поделок. Дети стараются. Ну и тем самым, этим праздником мы прививаем детям православные традиции». Конкурс художественного и декоративно-прикладного искусства «Рождество Христово» проходит уже 18-й раз. Это один из самых масштабных конкурсов муниципалитета. С каждым годом число желающих принять участие в нем только растет. В этом году свои работы на суд жюри предоставили 932 человека. В прошлом году у нас еще была номинация «Дела добра и милосердия». Но она не была совершенно, не были представлены работы по этой тематике. А в этом году их столько много – «Дела любви и милосердия», но номинации этой не было. И пришлось жюри ввести 7 специальных призов именно по этой тематике. Награждение в зале кинотеатра началось с приветственного слова благочинного видновских церквей Дмитрия Березина. «Несмотря на то, что здесь есть победители, я думаю, что победил каждый участник этого конкурса. Мы с вами сейчас видели, какая красота может быть создана человеческими руками». 24 диплома первой степени и 19 дипломов гран-при были вручены лучшим из лучших. Многие ребята участвуют в конкурсе не первый год. Дима Лепетюхов за свою картину из пластилина «Дары волхвов» получил гран-при. В его копилке это третья подобная награда. «Он говорит, бабушка, ну чего, будем еще участвовать? Я говорю, смотри сам. Он говорит, давай я еще попробую. А вдруг что-то у меня другое. И естественно, картины были разного вида. И мы занимали гран-при. Один раз только второе место». В конкурсе участвовали как самые юные жители района, так и довольно опытные творцы. «Я пришла на этот конкурс с вот этой работой на тему Рождества Христова. Ты куда-то ходишь, занимаешься акварелью, живописью?» «Да, я хожу сейчас в «Импульс». До этого я ходила, закончила художественную школу Дашиим. Ходила на курсы по дизайну». После награждения гостей мероприятия ждал рождественский спектакль «Потерянная радость» и «Сладкие подарки». Екатерина Борисова, Егор Хлябич, Елена Кошлева. Видное ТВ. Отгремел уникальный российский праздник – Старый Новый Год. Именно после него большинство россиян убирает праздничные украшения в своих квартирах. Прежде всего это касается новогодних елок. У граждан, которые предпочитают искусственную зеленую красавицу, проблем куда меньше, чем у тех, кто не оставляет традицию наряжать живое дерево. Возникает актуальный вопрос – куда нести елку? После долгих новогодних каникул сложно настроиться на рабочий лад. Ко многим проблемам добавляется еще и обязательный обряд уборки елки. В наше время довод, что использование живых елок наносит вред окружающей среде, несостоятелен. Потому что большинство из того, что продается на елочных базарах, выращивается на специальных фермах. Если совесть граждан относительно покупки елок теперь чиста, то утилизация зеленых красавиц по-прежнему больной вопрос. Его призваны решить вот эти контейнеры, которые появились в поселениях Ленинского района. В Москве и Московской области стартовала программа по утилизации елок. В поселке Развилка мобильный пункт установлен у входа на стадион. Мимо такого контейнера не пройдешь. Высота 3 метра. Надпись «Прием елок». Лесные красавицы загружаются сверху. Но если сил не хватает, предусмотрена специальная лесенка. Как можно видеть, в контейнере уже лежит несколько зеленых красавиц. Отрадно, что большинство местных жителей относятся к вопросу утилизации елок очень ответственно. Здесь какой? Искусственный или натуральный елок? Натуральный. Натуральный? А, кстати, вот после Нового года куда будете их отправлять? Уже отправил. Я ее сдал. Везер передач увидел, что их там перерабатывают, как вместо удобрения подсыпают и все такое. Какие-то заводы даже сделали, где эти елки перерабатывают. Контейнер стоит, вот приезжает, забирает специальную технику. То есть предпочитаете цивилизованно утилизировать елку? Ну, конечно. Больше всего контейнеров расположено в городе Видное. Они также заметны издалека, и многие жители уже воспользовались этим способом утилизации елки. Правильно утилизированные зеленые красавицы также не наносят вреда окружающей среде. В нашем случае их перерабатывают в щепу, которую потом добавляют в удобрения для новых елок. Вот такое безотходное производство. Сейчас на экране вы можете увидеть список как мобильных пунктов сбора елок, так и стационарных. Их количество позволяет при минимуме усилий утилизировать зеленую красавицу. И в заключении интересный факт. По статистике 4% россиян убирают елку в конце мая. Ленинский район славится своими достойными жителями. Еще одну победу муниципалитету принесла учитель технологии Видновской гимназии Наталья Тачанова, которая по итогам конкурса педагогических работников Московской области стала лучшей в своей профессии. Наш корреспондент Юлия Погосян побывала на уроке учителя с большой буквы и узнала секрет ее успеха. Заинтересованные лица учеников – лучшая награда для Натальи Тачановой. Каждый ее урок – это увлекательный интерактив с использованием красочных слайдов и интересного раскрытия темы. В подготовке занятий она подходит с большой ответственностью. Старается объяснять детям все максимально доступно, вовлекая девочек в процесс. Технологию она преподает уже 31 год. Около 18 из них в Видновской гимназии. Выбор профессии, наверное, это та случайность, которой я сегодня очень благодарна. Потому что я поступала на физический факультет МГПИ имени Ленина. Но в силу того, что была в этот период Олимпиады проводилась, наш факультет разделили на два направления. И я попала на факультет общетехнических дисциплин и труда. Будучи по натуре человеком творческим, в своей работе Наталья делает акцент на то, чтобы каждый ребенок мог проявить себя. Большое внимание уделяется созданию авторских работ, часть которых наша героиня представила на конкурсе педагогических работников Московской области. Это народный костюм, подделки в технике валяния, также из полимерной глины. Еще один аспект деятельности Натальи Тачановой – изучение народных традиций, культуры и промыслов. Детям такой подход к образовательному процессу по душе. На занятия технологии они идут с удовольствием. Она нам все показывает, и даже когда нам нужна помощь, она нам рассказывает, помогает. Она очень доброжелательна, она все очень хорошо объясняет. И, ну, в общем, учитель – то, что надо. Такое же мнение выразило и жюри конкурса педагогических работников Московской области. Они по достоинству оценили работу Натальи и присудили ей звание лучшего учителя технологии. Торжественное награждение проходило в Доме правительства Подмосковья, где учитель из Видного еще и провела для коллег несколько мастер-классов. Я приехала с конкурса, переполненный эмоциями. Я сразу обратилась к администрации, что мы можем уже сегодня предложить школе в рамках современных технологий. Второй момент. Когда вы входите в зал, а тебя люди узнают, приветствуют, рады с тобой общаться, потому что многие побывали у меня на мастер-классе, то это тоже очень приятно, и это является признанием твоего успеха в том числе. Успеху Натальи рады и коллеги по гимназии. Они не удивлены такой награде. Знают, она человек очень активный и компетентный во многих вопросах. Эта награда достойна победителя. И такими учителями гордится не только гимназия, гордится наш район, гордится наш город, гордится вся Московская область и должна гордиться. Потому что о таких учителях, как Наталья Николаевна Тачанова, можно рассказывать бесконечно. Креативный, добрый, творческий, инициативный. Вы знаете, все прилагательные, все тропы, которые можно только использовать, можно применить к Наталье Николаевне. Будучи классным руководителем 10-го класса гимназии, вместе с учениками Наталья Николаевна посещает различные музеи, театры, ходит на каток. Дети и их родители гордятся своим лучшим педагогом Московской области. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Видное ТВ. Во дворце спорта, Видное в рамках плей-офф Кубка Европы по баскетболу среди женских команд, Спарта НК приняла у себя в гостях французскую команду Leone Aswell Feminal. За ходом игры следила наша съемочная группа. Обо всем подробнее в сюжете Анастасии Ворониной. В новогодние праздники многие жители Ленинского района находились на отдыхе, но только не наши спортсменки. После серии поражений женская команда по баскетболу Спарта НК провела работу над ошибками, хорошо подготовившись к игре с Leone Aswell Feminal. Цели и задачи, как обычно, самые высокие. Нам надо выигрывать. Мы играем две игры, одну дома, одну на выезде. И, конечно, сегодня очень важно для нас будет показать хорошую игру. И, конечно, надеюсь, сложится, что мы выиграем. Игра началась очень резво. Наши девчонки сразу бросились в атаку. Но серьезная оборона францужинок никак не давала им добраться до кольца. Уже к концу первого периода гости опережали хозяев на 10 очков. Но болельщики надежду не теряли и верили в команду. Может еще получится, но французы побыстрее. Нашим надо что-то добавлять. Тяжело в этой игре, тяжело. Хороший Леон, одиннадцатый номер у них очень доминирует, так сказать, на Спарте. И тяжеловато им останавливать его. Посмотрим, чем закончится. Анастасия Фадеева, хоть и приехала из другого города и впервые пришла на матч Спарта-НТК, переживала за наших баскетболисток не меньше остальных. Ожидаем большего, конечно, чем сейчас. Но пока не все потеряно. Наши маленечко, я думаю, специально так делают, что чуть-чуть поддаются. Все будет супер. Мы в наших верим. Наши победят. После перерыва и наставления тренера ведновчанки ускорились, стали чаще атаковать. На радость нашим болельщикам француженки немного подустав, нарушали правила, а благодаря заработанным штрафным Спарта-НТК набирала нужные очки. Ведновчанки боролись до конца, защищались из последних сил, бросали трехочковые, но удача никак не хотела приходить на их сторону. В итоге, в домашнем матче первого раунда плей-офф Кубка Европы по баскетболу, Спарта-НТК проиграла Леон Асвел Феминал со счетом 52-83. Анастасия Воронина, Владимир Бижонов, Елена Кошлиева. Видно этого. И в заключении выпуска традиционно о погоде. Синоптики предсказывают, что завтра, 15 января, на протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Утром и днем ожидается снег, который закончится ближе к вечеру. Температура в районе нуля градусов. И это все новости на сегодня. С вами был Максим Козлов. До встречи.